Местом приведения Кубка Поколения Альметьевск был выбран не случайно. Так чем же приглянулся Нефтеград? Об этом нам в эксклюзивном интервью рассказал управляющий директор молодежной хоккейной лиги Дмитрий Ефимов. Альметьевск это супер хоккейный город. Хоккейный клуб здесь наш давний партнер, руководство клуба. Мы очень плотно и давно работаем, поэтому вот эта идея, она пришла совершенно естественно, сама собой. Кубок проводится с 2012 года в разных городах России. Это своего рода матч звезд первенства МХЛ. Для любителей хоккея это прекрасная возможность насладиться зрелищной игрой своих любимцев. Тренерам же интересно узнать, какие подходы к развитию хоккея находят в регионах. Ведь во многих городах страны молодежных команд попросту нет. У нас целые края, целые субъекты федерации, в которых нет ни одной молодежной команды. И первенство это как раз то соревнование, куда вливаются новые, вновь создающиеся молодежные хоккейные клубы. Это крайне важно для развития хоккея в целом, для развития хоккея как массового вида спорта. По достоинству оценил Альметьевскую школу хоккея Владимир Юрзинов, двукратный чемпион мира и Европы, заслуженный тренер СССР, председатель правления молодежной хоккейной лиги. Он провел обучающий семинар с альметьевским спутником, выступающим сегодня в молодежной хоккейной лиге. Это его первый визит в нефтяную столицу, и уровень организации Альметьевской хоккейной школы его впечатлил, как и сами хоккеисты. Главное, говорит он, помочь им поверить в себя. Нам все время надо заниматься своей молодежью, молодежью, хорошие ребята, их надо учиться. У них сейчас есть хорошая игровая практика, условия. Ну где вы найдете такие условия, как у вас? Ну где? Я не знаю. То, что в альметьевский хоккей поставлен на широкую ногу, признали и все участники пресс-конференции, проведенной накануне главной игры. И даже хорошую погоду гости назвали заслугой организаторов. Смотрите, вчера еще не была погода, была не погода точнее, а сегодня мы уже были, идеальный лед, солнце заказали, да? Погода, морозик такой нормальный. Кто же говорит о заслугах хоккейного клуба? Однако больше все же говорили о проблемах, которые стоят сегодня перед молодежной хоккейной лигой и ее командами. Недавний пример – пензенский дизелист, заявивший в этом году о снятии соревнований первенства МХЛ из-за невозможности оплачивать командировочные расходы. Решением подобных вопросов и занимаются сегодня представители МХЛ. При формировании структуры чемпионата следующего года, календаря, особенно это касается первенства, мы будем стараться группировать команды по дивизионам таким образом, чтобы минимизировать переезды. При этом специалисты признают – перспективы у молодежной лиги хорошие. Однако развитие должно идти не только в качественную, но и в количественную сторону. Как пример, перевели Канаду, где хоккей стал по-настоящему массовым видом спорта, а хоккейная площадка есть буквально в каждом населенном пункте. Нужно идти, не стесняться в этом плане, как говорят, нам нужно идти вот вширь. Я же сказал, 50 субъектов федерации не имеют вообще ни одной команды, но это же ужасно. Другая проблема – недостаточный уровень подготовки детских тренеров. Как отметил Николай Урюпин, в хоккее, да и вообще в спорте должны быть не просто дипломированные специалисты. Тренеры должны любить свою работу. Чтобы они действительно были примером для этих наших начинающих спортсменов, для занимающихся. Потому что нередко, зачастую, тренер, особенно в детско-юношеской возрасте, школе, он заменяет отца. В завершении пресс-конференции Джамиль Астрадинов поблагодарил гостей за высокую оценку альмитисского хоккейного клуба, выразив надежду на дальнейшее сотрудничество. То, что они говорят, то, что они нам показывают, то, что они рассказывают, это для нас важно. Это очень важно. И, конечно же, мы в дальнейшем в своем развитии, в своей работе обязательно будем использовать все те моменты, которые говорят наши старшие, такие уважаемые, очень легендарные люди. Ну и, наконец, кульминация. Матч звет Западной и Восточной конференции. Такое событие не оставило равнодушными альмитисских любителей хоккея, о чем свидетельствовали полностью заполненные трибуны Дворца спорта юбилейный. Четвертая в истории молодежной хоккейной лиги битва за Кубок Поколения завершилась победой Запада со счетом 3-4. На матче присутствовали не только именитые спортсмены, но и актеры, исполняющие роли уже полюбившихся всем героев. Это звезды сериала «Молодежка» Влад Конопко, Иван Дубровский и Юлия Маргулис. Настоящее зрелище действительно такой остросюжетный получился, как будто, знаете, съемка кино такого, значит, до конца непонятно, кто чемпион. Ребята, спасибо вам большое за замечательную игру, великолепные эмоции, вы большие молодцы, не расстраивайтесь. В любом случае, все победители! Спасибо! Сами же актеры и наградили участников финальной игры. Можно не сомневаться, что этот Кубок Поколения надолго запомнится альмитисским любителям хоккея. Спасибо!